Коммерческая недвижимость, Европейский берег и когда достроят спортивный комплекс на Пржевальского. Об этом не только расскажем в ближайшие 13 минут. Вы смотрите программу «Новостройка». Я Гульнара Успанова. Здравствуйте. Российские девелоперы не хотят строить торговые центры. Годовой показатель ввода таких площадей в регионах может составить лишь чуть больше 279 тысяч квадратных метров, что на 40% меньше результатов 2017 года. Этот показатель может стать рекордным минимумом за 15 лет. Отмечу, что критическая ситуация на этом сегменте рынка недвижимости наблюдается не только в сфере новостроек. В этом году порядка 30% действующих в регионах России торговых центров были закрыты по требованию пожарных. Стопор со вводом торговых площадей, в том числе и на Тюменском рынке. Вспомним 2016-й, когда вся страна была в кризисе, у нас дали 99 тысяч квадратных метров такой недвижимости. А в этом году не будет введено ни единого квадрата. У нас анонсировано к открытию 4 объекта крупноформатной недвижимости торгового назначения. Но они все со сроком ввода в 2019-2020 год. Поэтому в связи с тем, что вакантность будет снижаться в торговых центрах, естественно, мы ждем рост увеличения арендных ставок. В среднем уже управляющие анонсировали о том, что на 4-6% они повысят свои арендные ставки в своих торговых центрах. Что мы еще видим? Мы видим о том, что в наш город с 2017 года возобновили приход федеральной сети. Стало известно, что на левом берегу Туры справа от моста по улице Челюскинцев появится новый микрорайон. Причем дома, которые там построят, получили название и не абы какие, а европейских столиц. Там построят здания Лиссабон, Амстердам, Барселона, а весь архитектурный ансамбль назван Европейским берегом. Почему? Давайте разберемся. Андрей, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, самое любопытное, откуда взялась идея дать имена здания? И вот почему это название европейских столиц? Ну, во-первых, потому что сама по себе застройка жилого комплекса, она нетиповая. И каждый дом отличается от другого соседневостоящего строящегося дома. И для того, чтобы подчеркнуть эти отличия, изюминки этих домов, мы решили назвать их именами городов европейских. Помимо того, что просто дадим название домов, внутри этих домов, на территории этих домов, будут появляться определенные предметы, связывающие эти дома с этими городами. Людям будет просто интересно в них жить. То есть не просто раздали название, а будьте соответствовать этим. Да, будут соответствовать внутри, в отделке, в какой-то частях благоустройства. Люди будут ловить эти тонкие ниточки, которые будут связывать их с городами, европейскими городами, очень красивыми, большими. Есть какие-то нюансы, которые будут кардинально отличать европейский берег от других современных жилых комплексов, которые есть в Тюмени? Первое, конечно, это месторасположение. В настоящий момент, по нашему мнению, нет более интересной площадки для развития, нежели площадка европейского берега. Это практически самый центр города Тюмени. Для того, чтобы попасть в культурно-деловой центр, нужно просто переехать мост. Второе, и вторая совокупность деталей, которые насыщают этот проект, это высота потолков. Здесь будут квартиры с потолками до трех метров. Это кирпичные фасады, которые будут отличать от многих сейчас строящихся жилых комплексов, фасады которых сделаны из штукатурки. Это... Надземный паркинг. Это отдельно стоящий многоуровневый паркинг с теплыми переходами. Причем машина-место, насколько я знаю, будет идти в комплекте в продаже с квартирами. Да, сейчас мы продаем квартиры и сразу же с местом в паркинге. То есть практически невозможно купить квартиру без места. Есть определенные квартиры, точнее, которые можно приобрести без машиноместа, но все машиноместа распределены за квартирами. Получается, этот паркинг, он накладывает какие-то дополнительные обязательства на управляющую компанию, если это охраняемая территория? То есть жители должны будут, опять же, раскошелиться на то, что купили? Ну, конечно, это... Я бы не сказал, что раскошелиться, да, но мы понимаем, что машина-место в паркинге – это собственность жителя. Он будет иметь документы на право собственности на это нежилое помещение, по факту. И, как любое нежилое помещение, оно требует за собой определенных затрат по содержанию этого нежилого помещения, по обеспечению видеонаблюдения, по обеспечению контроля доступа. Опять же, налог, если это... Да, налог, да, на это помещение, но все-таки это не такие большие суммы, ну и люди четко будут понимать, за что они платят. Если возвращаться об уникальности месторасположения Европейского берега, это как-то отразится на стоимость жилья? Вот сколько будет стоить средняя цена квадратного метра в Европейском береге? Ну, конечно, сложно, наверное, сказать о том, что оно не отразится, но все-таки это центр города. Если провести окружность по объездной дороге к городу Тюмени, который в скором времени закончат, то как раз самый центр этой окружности будет находиться в заречной части города, примерно на том месте, где мы сейчас с вами находимся. То есть это место равно удалено от всех окраин, концов и от всех основных частей нашего города. Вот, поэтому место, конечно, накладывается, ну и стоимость земельного участка, на котором сейчас ведется строительство, оно тоже выше, нежели стоимость земельного участка там по периметру, по окраинам города. Если говорить про среднюю стоимость квадратного метра, то сейчас она составляет порядка 68 тысяч рублей за квадратный метр для квартир с паркингом, опять же. И до скольки достигают вот самые дорогие квартиры, вот те, что на верхних этажах, которые с террасами? Квартиры на последних этажах имеют высоту потолков 3 метра, панорамное остекление лоджии. Это уникальные квартиры, продукты, но я бы не сказал, что они, ну, они не считаются самыми дорогими квартирами в городе. Вот. Стоимость квадратного метра там варьируется, опять же, от разных показателей, там, опять же, от вида из окна. Ну, с учетом всех вот этих особенностей. Да, с учетом всех этих особенностей, наверное, там, от 80 тысяч рублей за квадратный метр. Площадь квартир самая маленькая и самая большая площадь, которая будет здесь. У вас же получается здесь больше 106 типов планировок. Да, верно. Огромное количество разнообразных планировок уже в первую очередь мы сейчас предлагаем рассмотреть. Площадь варьируется от 28 квадратных метров на квартиры студии до, насколько мне не изменяет память, 140 квадратных метров. Это двухуровневые квартиры. Вот. Вообще в проекте только в первую очередь порядка 106 уникальных видов планировочных решений. Это студии, это евро-двушки, евро-трешки. Квартиры четырехкомнатные, пятикомнатные, двухуровневые квартиры. Здесь есть из чего повыбирать на самом деле. На каком этапе сейчас Европейские береги, когда планируете сдать первые дома? Строительство сейчас ведется на уровне возведения фундаментов, опалубки первых этажей. Ведется монтаж опалубки, заливка бетона. И первый дом ведется в эксплуатацию. Это будет дом Барселоны. Мы планируем ввести его в эксплуатацию в четвертом квартале 2019 года. То есть практически чуть больше года нам для того, чтобы его построить. Спасибо, Андрей. Удачи вам и спасибо за такие развернутые ответы. Спасибо вам. Новостройки появляются и на уже застроенных территориях. Так, на улице Пржевальского строится спортивный комплекс. Это трехэтажное здание площадью 11 тысяч квадратных метров. Львиную долю займет бассейн. На каком этапе работы и когда объект введут в эксплуатацию, об этом далее. Спортивный комплекс на Пржевальского 37 был и раньше. Здание стало аварийным и его снесли. Весной 2016-го на этом же месте начали строить новое – Олимпия. В четыре раза больше. Здесь будут бассейн площадью 400 квадратных метров, залы, фитнесы, спортивные гимнастики, единоборств. Внешний объект уже готов, да и строителей не видно. Однако работы не завершены, а приостановлены. И на то есть причины. В процессе выяснилось, что требуется корректировка проекта в части размещения систем видеонаблюдения, радиооповещения, контроля доступа. Но к концу августа все документы планируется уже получить, поэтому объект будет сдан в эксплуатацию вовремя. А именно к концу 2018-го года. Еще один, пожалуй, самый важный строящийся объект в областном центре – это обездная дорога. Работы продолжаются на последнем участке протяженностью 6 километров. На каком этапе дорожники, а также о других тюменских проектах в сфере строительства узнаем прямо сейчас. Только областной центр ежегодно прирастает на несколько сотен тысяч квадратных метров. В основном за счет современных домов с различным дизайном, этажностью и планировкой квартир. В целом же жилой фонд Тюмени сегодня составляет больше 18,5 миллиардов квадратов. Генеральный план города Тюмень основит документ, который предусматривает не только территориальное развитие, но и функциональное развитие, насыщение нашего города непосредственно объектами, соцкульпт-быта, жилья, промышленности. На сегодняшний день уже ориентируем, что у нас предполагается, конечно, город за миллион, город Тюмень должен стать. К 2040 году. А значит, необходимо насыщать город и социальными объектами. 1 сентября свои двери откроют новый корпус 49-й гимназии. Построили его во втором Ямальском. Через год сдадут здание и в районе улиц Янтарная Бориса Житкова. В разработке еще несколько проектов, в том числе и детских садов. Один уже готовят к сдаче в Тюменском-2. Его копия к сентябрю следующего года появится в Тобольске. Школу на 1200 мест там уже возводят. Кроме этого, мы сейчас уже заходим в торги на строительство хоккейного корта в городе Тобольске. Разработана проектная документация. Сейчас мы на экспертизе уже на достоверности смертной стоимости по строительству бассейна. И еще там два объекта в разработке проектной документации. Это гимнастический центр и еще один спортивный комплекс. Обновляют у нас и дорожные объекты. В норму приведено уже 80% магистралей в границах Тюменской агломерации. Параллельно с реконструкцией старых путей строят новые. Самый глобальный проект – ТКАТ. В сентябре обещают открыть движение по двум новым развязкам. На пересечении с трассой Тюмень-Ишим-Омск и со Старо-Тобольским трактом. Всего из 55 километров объездной дороги на сегодня в полной готовности – 49. В 2019 году будут доделаны съезды, но уже к концу этого года прямое движение будет открыто. И это позволит с минимальными затратами безопасно тем, кто едет транзитом проходить мимо Тюмени. А тем, кто приезжает в Тюмень, очень комфортно с любого направления заехать в город. В 2019-м также приступят и к строительству надземных пешеходных переходов. В частности, и там, где сейчас обычные. Движение по Тюменской кольцевой автомобильной дороге должно стать непрерывным. Регионы готовят предложение по формированию нового механизма переселения из аварийного жилья. Инициатор Минстрой России. Напомню, на Всероссийском селекторном совещании, проходившем по видеоконференц-связи, глава ведомства говорил о возможном субсидировании, чтобы люди могли самостоятельно приобрести новое жилье взамен аварийному. Также Владимир Якушев отметил, что в основу постоянно действующих механизмов ляжет успешный опыт регионов, в том числе и Тюменской области. Отмечу сейчас, расселяют дома, признанные аварийными, до 1 января 2012 года. Изначально программа была рассчитана до конца 2017-го, но из-за того, что в некоторых регионах с объемами не справлялись, решили продлить ее еще на год. В целом, с 2008 года государством расселено больше 15,5 миллионов квадратных метров жилья. В Тюменской же области программу, рассчитанную до 2017 года, выполнили с опережением на 8 месяцев. У нас было расселено больше 147 тысяч квадратных метров. Это 615 многоквартирных домов. Жилищные условия благодаря программе смогли улучшить более 10 тысяч граждан. Это все, что мы успели рассказать. Если у вас есть к нам вопросы, пишите на электронную почту. Ее адрес новостройка собака.сибинформбюро.ру Принимаем сообщение мы по телефону 688-946. Напомню, все выпуски программы можно найти на канале Тюмен Тайм в Ютубе. На этом я с вами прощаюсь. Увидимся ровно через неделю. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова